Музыка Подводя итоги уходящего 2022 года, можно с уверенностью сказать о том, что работа Управления культуры молодежи, спорта, туризма и религии, администрации города Красный Луч ведется активно и качественно, привнося в жизнь нашего города различные мероприятия. Несмотря на тяжелое начало 2022 года, связанное с эпидемиологической обстановкой в городе, а затем и с началом специальной военной операции, работа в учреждениях культуры велась в штатном режиме и различных форматах, как в онлайн, так и в дистанционном. За текущий год в городе состоялось 2024 мероприятия, из них очно 1425 с участием более 32 тысяч человек, в онлайн более 600 мероприятий с участием 290 тысяч человек. За 2022 год обучающиеся школ дополнительного образования, участники художественной самодеятельности, сотрудники учреждений приняли участие более чем в 190 международных и республиканских конкурсах, где завоевали 500 призовых мест. Преподаватели детской школы искусств города Петровская Ивина Сафонова и Наталья Леонова приняли участие в профессиональном конкурсе «Педагог года-2022», организованный Международным информационно-образовательным центром развития города Москвы, где заняли первое место. Воспитанники этой же школы не отстают от своих преподавателей. Во всероссийском конкурсе, посвященном годовщине победе в Великой Отечественной войне, они заняли также первое место. Обучающиеся преподаватели Краснолучской детской школы искусств показали высокие результаты профессионального образования. Как педагоги, так и дети стали лауреатами второго международного конкурса творческих и учебных работ среди обучающихся мастеров и педагогов города Топольска. Краснолучская детская школа искусств приняла участие во всероссийском фестивале «Душа баяна». По итогам конкурса лауреатом второй степени стал Санюк Никита, а лауреатом третьей степени Умеренков Илья. Краснолучская детская музыкальная школа показала высокие результаты обучения. Молодые музыканты приняли участие в международном многожанровом конкурсе «Родные просторы», контингент творчества и славянские традиции в Санкт-Петербурге. «Солнце красное» в лучах славы и малахитовый узор, где стали также лауреатами первой, второй и третьей степени. Названия наших коллективов художественной самодеятельности Центра культуры «Доминанта» и «Центр плюс» прозвучали в городе Санкт-Петербурге на международном фестивале «Территория успеха» и «Дорога к победе». В международном многожанровом конкурсе «Большая сцена» и «Мирное небо. Салют Победы-2022» в городе Москва. Высокие результаты и первые места завоевали обучающиеся Вахрушевская детская школа искусств. Бережная Татьяна заняла первое место в международном музыкальном конкурсе имени Глера в городе Москва и там же заняла гран-при в международном конкурсе «Таланты России». Череждения культуры принимают также участие в международных конкурсах Курске, Новосипирске, Ростове, Надону и Кургане, Тольятти и Волгограде. Что же касается текущего месяца. Как правило, декабрь – самый яркий запоминающийся месяц в году, так как грядут новогодние праздники. И мероприятия начнутся с середины месяца. Однако в этом году в календаре знаменательных и праздничных дат появилось новое. 9 декабря – День Героев Отечества. Эта дата установлена Федеральным законом Российской Федерации. В этот день в России и в Луганской Народной Республике чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. По всей территории города в преддверии этой даты прошли различные по своей направленности мероприятия. От познавательных викторин и квестов до памятного митинга с возложением цветов и венков на площади героя в парковой зоне ДК имени Ленина, который в свою очередь стал завершающим аккордом городской акции «Дорогами Героев Отечества». В ходе акции жители нашего города, дети и взрослые прошли тропами исторических событий времен Великой Отечественной войны, Афганской войны и событий нашего времени. Городской центральной библиотекой совместно с филиалами подготовлен цикл видеороликов о Героях Отечества и их легендарных подвигах. Начиная с 16 декабря во всех учреждениях культуры идет активная подготовка к новогодним мероприятиям. Уже составлен план детских утренников и театрализованных представлений. Управление культуры молодежи, спорта, туризма и религии приглашает всех маленьких жителей нашего города 24 декабря в 15 часов 30 минут принять участие в торжественном открытии городской елки, которая будет проходить на площади на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина. Здесь вас будут ожидать встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, игры и развлечения со сказочными персонажами, веселые шутки и песни, а также яркие огни новогодних инсталляций. Ну а со 2 января приглашаем всех детей нашего города посетить праздничные новогодние представления и концертные программы, которые для вас подготовили работники учреждений культуры. Информация с расписанием всех мероприятий будет опубликована на сайте администрации города, в телеграм-канале и на страницах социальных сетей ВКонтакте и Одноклассниках. Ждем всех желающих! Субтитры создавал DimaTorzok